Ребята, всем здорова! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. И сегодня у нас рубрика снова Рыбацкая Кухня. И сегодня я вам покажу, как сэкономить кучу денег на офигенных мощных ароматизаторах. Итак, что нам понадобится? Пустые емкости, глицерин, красители, это концентраты, мощные ароматизаторы, сахар, сода, лимонная кислота. И мы сделаем сегодня с вами очень качественный ароматизатор, который будет реально работать и за который бы вы отдали кучу денег в магазине. Поэтому начинаем все по порядку, ребята. Все, поехали! Итак, начинаем первый этап. Нам необходима емкость. Мы сейчас будем с вами готовить базу. Сироп сладкий. Берем емкость, пересыпаем сахар. И заливаем водичкой. Обратите внимание, какой слой воды. Где-то примерно около сантиметра над уровнем сахара. Все. И зажигаем огонь. И начинаем помешивать сахар. Что у нас не пригорел, а начал растворяться. Сахар растворился полностью. Жидкость становится такой тягучей. Цвет лимонада приобретает приятный такой. Все. Берем. Опускаем на минимум газ. Опускаем на медленном огне. Кипит минут где-то 10-15. Сироп кипит у нас уже 15 минут. В принципе, если этот сироп использовать для технопланктона, на этом этапе можно все остановить, чтобы он остыл и поставить его в холодильник. И можно прессовать, потом будет технопланктон с добавлением данного сиропа. Но так как мы делаем дипы, аромы, мы будем постоянно выжать, будет жара на водоемах. И чтобы он не засахарился, нам необходимо добавить кислоту. Вот примерно такую дозу. Если нет лимонной кислоты в пачке, можете выдавить просто лимон. Не бросайте, да вот пошла реакция. Это для того, чтобы на перспективу наш сироп не сахарился. И даем еще ему покипеть минут 5. После добавления лимонной кислоты, кипит он уже 8 минут у меня, теперь очень важный момент. Берем соду. Вот примерно такое количество. Высыпаем. И в этот момент выключаем. Пошла реакция. Идет полная нейтрализация кислоты в сиропе. И начинаем все перемешивать. Мешать придется где-то около 10 минут. Пока не уйдет полностью пена. Пена ушла. Реакция закончена. Очень красивый. Посмотрите, чистый сироп получился у нас. Очень важный момент забыл добавить. Не добавляйте воду с крана. Добавьте лучше дистиллированную водичку. Или купите в магазине. Или как-то там, я не знаю. Но, чтобы не было ни в коем случае никакого запаха хлорки. Или добавления хлора. Вода должна быть идеально чистой. Все. Отставляем его остывать. Первый этап мы прошли. Ждем пока остывает наш сироп. Теперь, что нам понадобится. Нам понадобится глицерин. Берем емкость. Эту емкость можно приобрести в любой аптеке. Достаем. Выливаем. Он также вязкий такой. Почти как сироп. Есть. И берем арома. Берем концентрат. Не именно этот данный производитель. А ищите у себя в городе. Потому что в каждом городе будет все по-разному. Вот в данный момент делаем клубнику. Это концентрат. Он очень мощный. Сейчас будем добавлять его. Ох и запах, ребята. Ох и запах. Сейчас отрежу. Уже бомбит. И выдавливаем его. Запах просто ядерный. Отлично. Перемешиваем. Перемешали. Выдавили. Можно еще пипеточкой назад втянуть. Вот так вот посполоснуть ее. И обратно. Так как я делаю очень мощный запах. Хотя достаточно. Вот допустим данной пипетки. Я добавлю еще одну. Ну вот просто термоядерный ароматизатор. Вскрываем. И выдавливаем. Стаканчик 120 грамм. Глицерина я добавил 25 миллиграмм. И здесь 3 миллиграмма. Данного ароматизатора я добавил 6 миллиграмм. Хотя рассчитан ароматизатор этот на 6 литров жидкости. Вот представьте, какой здесь находится практически нереально. Аж выедает нос. Все. Теперь берем наш остывший сироп. Итак, открываем. Ставим. И заливаем. Ох и запах, ребята. Заливаем сироп. Сироп уже остыл. Залили сироп. И мне кажется, будет логично, если мы аромат клубники подкрасим красным красителем пищевым. Совсем чуть-чуть. И все перемешиваем. Ох и запах. Знаете, хочется выпить, если честно. Жидкость хорошая, вязкая. Ну вот так. И накрываем. Сейчас я покажу все виды, которые мы сегодня сделали. Ребят, ну вот что у нас получилось. Вот 11 запахов. Вышли запахи все мощные. Я вам хочу сказать одно. Можно добавлять всего лишь по одной ампуле. То есть не нужно две. Потому что у меня уже голова болит, если честно, от этих запахов. Банку открываешь, аж разъедает все. Но концентрат хороший. Вот. Ну, краситель также можно не использовать. Вот. Ванильный. Это натуральный будет цвет. Запах шикарный. То есть разницы нет, красите вы или не красите. Это не важно. Себестоимость данного ароматизатора в 3-4 раза дешевле магазинного. Не стоит забывать, что есть, да, дешевые ароматизаторы. Они как вода. Пшикнул буквально на минуту. И они больше не работают. Этот сироп работает идеально. Он густой. Вы можете здесь пропирать катыши и бойлы. Добавлять также в прикормку. Его мешать с водичкой и добавлять в любую прикормку. В общем, как-то так. Я еще сделаю мне 8 вкусов должно быть. Еще сливу буду делать острые там специями. Потому что уже пора готовиться на нормальную рыбу. Хватит ловить уже карасей. Поэтому идет подготовочка. Скоро с вами, ребята, будем путешествовать и искать трофейную рыбу. Потому что прошлый год у меня как-то закончился не особо. Самая большая рыбина у меня была 5,5 килограмм. То есть, стыдно сказать, но это реалии. Но в этом году будем гоняться. Может, амур, карп интересует. Ну, соответственно, может быть и толстолобик. Так что, ребята, вот такой вот рецепт. Здесь вы уже можете фантазировать по поводу... Можете делать миксы. Несколько смешивать видов, вернее, запахов. Ваше личное дело. Спасибо за просмотры. С меня рецептик. С вас лайк. Поделитесь с друзьями. Ну и все. Ждем новых видео на канале. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok